Король Артур на нас напала пандемия. Доставая клинок из ножен и пойдем на битву. Правда, пока только самоизоляционную. Хотя даже в этих условиях в Тюмени научиться фехтовать поисторически можно в клубе «Последний бастион», который активно сотрудничает с городским департаментом по спорту и молодежной политике. У поклонников современного мячевого боя есть даже неплохие спортивные результаты. Олимпийское фехтование породило немало разновидностей этого вида спорта. Современный мячевой бой, равно как и дуэльное фехтование, зародился в России и сумел проникнуться в страны СНГ, Европы и даже за океан. Основной смысл – историческая реконструкция, которая применима к единоборству по спортивным правилам. В Тюмени главный энтузиаст, основатель и тренер клуба «Последний бастион» Дмитрий Мамонов. Любил книжки про рыцарей. Одна из таких хороших книг, это у меня Семькевич был крестоносец. В свое время меня очень сильно зацепило. Ну, плюс большое количество компьютерных игр. Шаг назад и, соответственно, всевозможный блок, удар, соответственно, работа на постановку ударов не плоскостью – это очень плохо, а именно рубящей частью. То есть, чтобы противник получал именно прорубающий эффект. Потому что удар от плоскости не защитывается. Конечно, сталью под оспехом здесь никто не лупит. Все меры предосторожности соблюдены. Поэтому современным мечевым боем в «Последнем бастионе» вполне безопасно занимаются более 30 тюменцев от 7 до 37 лет. При работе с детьми железо, как материал, нам не подходит. Поэтому был использован в качестве материала. То есть, специально взяли уже современные материалы. То есть, используется поликарбонат, изолон и всяческая защита для армейского рукопашного боя. Оставлен только механизм боя. То есть, целиком и полностью используется полный контакт, удары, работа с щитом. Это вес 1600 грамм, а подростковый меч у нас идет 450 грамм. Меч для взрослого человека – 750 грамм. Соответственно, после такого снаряда человек выходит и начинает махать гораздо эффективнее. Любители современного мечевого боя в Тюмени занимаются сразу в трех районах. Клубы есть на Чивишевском тракте, на мысу и близ Солнечного. После окончания пандемии умельцы Сечи настроены провести ряд крупных турниров и показательных встреч. Обмен энергией и фехтовальной техникой – залог прогресса. Это своеобразный обмен техниками между ребятами, потому что даже если является у них один тренер, то все равно есть определенный луфт по подготовке. То есть, у кого-то идет больше работа с щитом, кто-то успевает больше ногами, где-то что-то дорабатываем отдельно, специально. Вырабатываем технику, которая подходит для конкретно заменяющегося участника. Федерация современного мечевого боя России активно развивает вид спорта по всей стране. Тюменцы не отстают. Дмитрий Мамонов активно стремится продвинуть вид фехтовального единоборства и в других городах нашего региона. Тем более, что у героев меча и щита первого города Сибирь есть победы и на уровне Уральского федерального обруга и всероссийские успехи. На чемпионате России в личном первенстве у нас Мария Почевалова заняла четвертое место и получила право выступать за Россию на чемпионате мира. И также вместе с Тимофеем Зацепиным в составе сборной Урала они также заняли четвертое место уже в боях 5 на 5. Французская присказка гласит, если ваш ребенок слишком увлечен компьютером, расскажите ему о женщинах, вине и картах. Если польза первого тезиса неоспорима, то второй и третий пункт сомнительны. Поэтому лучше расскажите чаду о современном мечевом бое. Единоборство, которое способно оживить компьютерный сценарий, точно придется по душе. Компьютерная зависимость, которая развивается в последнее время, один из выходов – это как раз дать человеку то, что он пытается найти в компьютере. То есть, если человек интересуется оружием, всякими играми, которые ориентированы. Дота, уже ставшая довольно известной, то есть многие игры, которые стратегические, тактические, экшен, они во многом также используют вот эту вот средневековую тематику.